В этом году подогревали Брест постепенно, в несколько этапов. В первую очередь, теплеть батареи начинали в больницах, поликлиниках, детских садах и школах. Отличие этого сезона в том, что из-за температурных скачков системы отопления были переведены в режим протапливания. Сегодня в домах снова тепло. Было холодно, включали, потеплело, отключили, тут вопросов нет. В наших квартирах очень тепло. Мы живем в новом доме, мы даже и отключаем это отопление, потому что очень-очень тепло. Довольно. Тепло, уютно, хорошо. Вовремя отключают, вовремя подключают, поэтому претензий нет. Специалисты котельного хозяйства стараются работать так, чтобы горожане их не замечали. Ведь если о их работе не говорят, значит все исправно функционирует. В квартирах и домах сегодня тепло, но в котельных горячий сезон не прекращается. Оператор участка номер 2, что на улице Медицинской, Ирина Семенюк, греет пол микрорайона. На мониторе видна работа всех насосов котельной. Женщина следит за мощностью электроэнергии, температурой, за тем, куда поступает вода. Словом, контролирует состояние котельной, чтобы избежать возможную утечку. Вот котел у нас КВ-4. Сейчас он работает 54% мощности. Температура на входе 45, на выходе 68 градусов. Поддерживаем температуру. Даем перебой на горячую воду и отопление. А вот начальник участка номер 2 Брестского котельного хозяйства Петр Броницкий каждый час обходит всю территорию теплоисточника. Задача – проверить все датчики и трубы. Работает на предприятии 22 года. Помнит все до мелочей. Когда и зачем здесь проводились ремонты и срочные реконструкции. Пять лет назад здесь производилась реконструкция основной котельной, которую вы сейчас видите здесь. Были установлены новые котлы. Два котла КВ-8 и один котел КВ-4. Они более эффективные, чем были старые, 1972 года котлы ДКВР. Они дали уменьшение потребления газа и улучшение производственных норм. В этом году по гранту Евросоюза котельная номер 2 была вновь перевооружена технически. Оборудование изрядно износилось, а на кону ответственность за отопление объектов здравоохранения. Теплоисточник обогревает Брестскую областную больницу, кожевендиспансер, онкодиспансер, медицинский колледж и часть жилого сектора. У нас были установлены два теплообменника на газопоршневой установке, которая здесь имеется. Это тоже дало улучшение, что мы снизили удельные нормы потребления газа и электричества. Всего на карте Бреста 28 горячих точек котельных, находящихся на балансе предприятия. Ежегодно проводятся профилактические ремонты оборудования и реконструкции, которые обеспечивают замену тепловых сетей. Каждый год меняется порядка 10 километров. Все работы ведутся в межотопительный сезон, то есть сани готовят всегда летом. Когда заканчивается отопительный сезон, то есть останавливается оборудование и начинаются сразу же работы по его профилактическому ремонту. То есть только в межотопительный сезон мы можем вести какие-то работы. Тем более замена тепловых сетей в отопительный сезон ее не сделаешь. И для того, чтобы вступить в новый сезон отопительный, обязательно проверяется, делаются эти работы все, чтобы без проблем, как только поступит команда запустить тепло, мы могли выполнить эту команду.